Переходим к конструированию урока в электронной среде библиотеки МЭШ. Конструктор интерактивного урока – это основное отличие Московской электронной школы от многих других порталов. И фактически делает его уникальным ресурсом, который позволяет как использовать готовые сценарии уроков, так и создавать новые. Все это является учебным электронным контентом самой библиотеки Московской электронной школы и позволяет разнообразно использовать все образовательные ресурсы в учебном процессе. Переходим к конструированию уроков в электронной среде библиотеки МЭШ. И фактически возможность создания интерактивных уроков в библиотеке является уникальной возможностью для педагогов, так и для пользователей портала, чтобы можно было либо воспользоваться уже готовым интерактивным уроком, который разработали коллеги, либо создать свой новый, уникальный, неповторимый авторский урок и разместить его в библиотеке электронных материалов МЭШ. Посмотрим сначала, как пользоваться конструктором интерактивного урока на примере готового урока и, соответственно, познакомимся с основными функциями и возможностями такого конструктора. Для этого зайдем в папку «Мои материалы» и откроем один из сценариев урока, который был загружен и может использоваться для просмотра и для изменения в нем каких-либо этапов, каких-либо элементов данного урока. Для этого мы включаем этот урок и заходим в него через функцию не просмотра, а через функцию редактирования. Попадая в интерактивный урок и в сам конструктор урока, мы видим, что конструктор создан на основе разделения экрана на три части. Центральная часть экрана – это всегда у вас основной учебный контент урока, независимо от того, что у вас представлено. Текст, изображение, видеоматериал, аудиоматериал. Вы всегда видите то, что может увидеть ученик на интерактивной доске, либо на своем планшете-компьютере. С левой стороны панель навигации, конструктор урока, где мы можем увидеть этапы урока, где мы можем добавлять этапы урока. И самое главное – видеть, на каком экране мы находимся. Потому что конструирование уроков в библиотеке Mesh – это фактически работа сразу на трех экранах. У нас каждый этап урока представлен на экране первым, который является интерактивной доской или интерактивной панелью, которую видят учащиеся вместо обычной доски, традиционной доски. Второе – это то, что может увидеть учитель на своем рабочем столе на компьютере или на планшете. И это материал, который предназначен только для учителя. И третье – это тот учебный материал, третий экран, который видят учащиеся на своих гаджетах, независимо от того, через что они входят в учебный материал урока. Через планшет, через мобильник, через ноутбук и так далее. То есть фактически особенность создания урока, интерактивного урока в конструкторе библиотеки заключается в том, что мы его планируем сразу на трех экранах. И обратите внимание, первый экран первого этапа урока показывает задачи на встречные движения. На втором экране даны вопросы и комментарии, которые может использовать учитель на этом уроке. А на третьем экране повторяется учебный материал, который учащиеся могли бы увидеть, если бы они на данном этапе урока использовали непосредственно свой планшет или свой мобильный телефон. При конструировании урока мы в первую очередь обращаем внимание на этапы урока. И вы видите, что разные этапы урока представлены разным набором учебного материала. В интерактивном уроке рекомендуется использовать и изображение, и аудиоматериал, и видеоматериал, и интерактивные приложения, и организацию обратной связи, то есть тот или иной тест, либо тестовое задание, которое можно использовать на отдельном этапе урока. И фактически все этапы урока позволяют сконструировать целостный учебный процесс на уроке, переходя от одного экрана к другому. Для того, чтобы работать в конструкторе урока, необходимо познакомиться не только с экранами и возможностью размещения на экранах разных типов материалов, а они сейчас представлены перед вами. Это возможность использования текстового материала, это возможность использования текстового материала, который мы берем из библиотеки Mesh, это возможность использования изображений как тех, которые есть в библиотеке Mesh, так и тех, которые мы можем загрузить с рабочего стола компьютера, Это использование видеоматериалов, использование аудиоматериалов, использование ссылок на тот или иной материал, размещенный на внешних источниках, использование тестов и тестовых заданий, интерактивных объектов, таблиц и интерактивных приложений, которые мы можем создавать сами. Вот с этими компонентами материалов мы с вами познакомимся, когда будем работать по созданию своего собственного урока. Кроме этого, на рабочем столе конструктора с правой стороны располагаются инструменты для навигации и для форматирования текста, картинок, изображений и так далее. Соответственно, нажимая на непосредственно текст, мы можем увидеть, что есть возможность поменять цвет этого текста. Есть возможность закрасить поле, на котором этот текст находится. Есть возможность увеличить или уменьшить размер шрифта, выделить текст жирным, курсивом, подчеркивание использовать, которое не рекомендуется, но возможно использовать в отдельных случаях. А также поработать с его расположением на экране. Он может располагаться слева, справа, либо по центру. Точно так же мы работаем со всеми изображениями, с картинками, которые мы используем, и другими материалами, которые мы можем редактировать при необходимости. Фактически, любой готовый урок, который вы используете, точно так же можете отредактировать как по содержанию учебного материала, так и по форматированию его текстовой и изобразительной части. И, соответственно, добавив или убрав ту или иную часть урока, изменив название, добавив необходимый учебный материал в виде изображения, аудио-видео, фактически изменив урок, приспособить его для решения тех задач, которые стоят перед вами непосредственно на конкретной части учебного процесса, на конкретном уроке. Эта возможность есть у любого педагога, когда он не с нуля создает свой урок, а когда он использует готовую разработку сценария урока и адаптирует его для своего образовательного процесса.